Сосиски молочные, категория ГОСТ, состав мяса говядины, мясо свинины, соль, специи. Пермские аграрии показывают товары, что называется лицом. На столах мясная продукция, йогурт и молоко, творог, овощи. Все это с легкостью можно найти на полках магазинов. Теперь для сельхозпроизводителей открылся новый зеленый коридор. На данный момент развиваем активно рынок сбыта. И очень хотелось бы работать с нашими местными детскими садами, чтобы они кушали наше местное мясо, а не перевезено из других районов, регионов России. Требования как к производителям, так и к продукции самые высокие. Это и оперативность поставок, и соотношение цена-качество, и ассортимент, и еще один немаловажный критерий – вкус. Я думаю, что сейчас у нас дети современные. Дома они кушают одну пищу, приходят в детский сад, мы им предлагаем другую. Мы хотим приблизить их как можно больше к домашней пище, чтобы дети съедали все, чтобы тарелки всегда были чистые, а щеки были всегда упитанные. Нужно, конечно, проводить такие акции, потому что мы, в принципе, активно тоже ищем, да, с детскими садами созваниваемся. Это хороший плюс, что здесь все собрались, да, то есть с Кировского района собрались все заведующие, большой охват, ну и, соответственно, больше можно заключить контрактов. И первые устные договоренности между образовательными учреждениями и поставщиками заключаются прямо здесь. Сотрудники детских садов уже оценили качество продукции местных производителей. Теперь главное, чтобы эти продукты, не нарушая законов конкуренции, попали на столы к детям. Соцучреждениям нужно помочь переориентироваться на местных производителей, сказал губернатор Виктор Басаргин по итогам майской поездки в районы. От краевых властей он потребовал наладить грамотную логистику, сделать закупки удобными и доступными. То, что не выращивают у нас, безусловно, ввозим со стороны. Но по тем позициям, которые производятся в Прикамье, закупать только местные. Предложение уже нашло позитивный отклик. В результате выиграть должны все. Дети получат качественную продукцию, а производители – дополнительный рынок сбыта. Ритис Бараускас, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта».